Тема нашей сегодняшней встречи. Мы с вами поговорим про скала коллекции. Скала коллекции – тема, несомненно, очень обширная и многогранная. И говорить о ней можно не одну встречу, понятное дело. Сегодня мы не будем с вами глубоко закапываться в алгоритмику. Мы скорее будем смотреть какие-то основные подходы, основные паттерны, какие-то основные свойства в целом больше с какой-то прагматической точки зрения, нежели с какой-то глубоко теоретической. Поэтому тема такая. Я думаю, самое время познакомиться. Меня зовут Алексей Воронец. Я работаю в компании Nauman. Я являюсь руководителем разработки в одном из направлений, в одном из бизнес-направлений. Собственно, в разработке я уже достаточно давно, более 12 лет. За это время мне удалось скопить некий багаж знаний, которыми я сейчас как-то и пытаюсь делиться, в том числе и на платформе Otus. Ну а если говорить про скала, то со скала я непосредственно связан и занимаюсь разработкой на скала уже более 7 лет. Поэтому в целом как-то так. На самом деле мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже представились хотя бы буквально пару слов о себе. Как зовут, сколько лет опыта и, собственно, какой язык. Это просто для того, чтобы лучше понимать аудиторию, которая у нас с вами здесь сегодня собралась. Давайте, коллеги, это не займет. Я думаю, у нас много времени, пару слов от каждого, было бы здорово. Так, вот Георгий пишет. Java, полтора года. Отлично. Очень близкая нам сфера. Да, тоже JVM. Супер. Но у меня, кстати, по-прежнему без обновления страницы сообщений я не вижу. Сейчас я попробую еще один трюк. Может быть, это именно проблема в Safari. Сейчас я попробую чат открыть в Firefox. Может быть, это мне поможет. Ага. Нет. Ага. Георгий пишет. Просто массирует. так вот я открыл firefox посмотрим будут ли доходить сообщение так я вижу иван отписался но джесс три года круто так есть даже вот уже начинающие скалисты рома пишет скала полгода так олег дата инженер три года опыта пишу на скала как на better java но это на самом деле такой канонический кейс отлично так максим 9 лет дата инженер поэтому супер супер окей коллеги спасибо спасибо за ваш за ваши ответы за ваш фидбэк цели и смысл нашей сегодняшней встречи но в целом я сказал да будем рассматривать различные типы коллекций посмотрим на их свойства целом посмотрим на наиболее популярные типы коллекции в скала вот посмотрим на то как в целом организован api скала коллекции вот такие вот у нас с вами сегодня будут основные цели и смыслы и так давайте сразу начнем с небольшого вброса в студию вы сами для себя как коллекции группируете какие можете вот вы до вывести типы виды можно называть как угодно вот первое что у вас ассоциируется с типами коллекции как вы это сформулируете иван пишет мы ты был и мьют и был так вот вижу что и некто безымянно к сожалению пишет про то что упорядоченные неупорядоченные мутабельные и мутабельные супер супер ну на самом деле это прям прям то что нужно да потому что в целом глобально наверное мы можем сразу со старта до разделить коллекции как раз таки на мутабельные и и мутабельные да а вот уже там упорядоченные и не упорядоченные да это уже можно говорить как под типы в рамках вот этих двух глобальных историй собственно у меня на первом слайде да именно так и есть собственно первым хочется выделить группу мутабельных коллекций поскольку именно мутабельные коллекции да там превалируют в большинстве языков а и мутабельные коллекции это скорее прерогатива функциональных до последнего момента было вот но сейчас они просачиваются конечно и в объектно ориентированные языки поэтому становятся все более и более популярными и востребованными собственно в чем фишка до мутабельных коллекций идея в том что изменение такой коллекции да она всегда приводит к разрушению предыдущей ее версии соответственно в единицу времени мы с вами можем иметь только один какой-то да стейп этой коллекции то есть одну коллекцию каком-то ее состоянии на текущий момент и если мы что-либо меняем да то предыдущее состояние разрушается появляется некое состояние соответственно все те да кто ссылаются на нашу коллекцию да получат ее новый облик соответственно что в каких-то ситуациях может быть достаточно неожиданным в качестве примера предлагаю посмотреть на массив массив на самом деле он если говорить про скалу да это такая коллекция которая стоит немножко в стороне он не является там напрямую до частью иерархии скала коллекции но тем не менее я считаю что говорить о максимах максим о массивах говорить о максим о массивах обязательно стоит первую очередь потому что ну на самом деле это очень эффективная структура данных одна из наиболее эффективно вот поэтому собственно здесь у нас на слайде именно он массив да мы его здесь создаем объявляя переменную ар да вы видите здесь для тех кто со скала синтаксисом незнаком собственно просто-напросто в круглых скобках после указания рэй мы указываем набор элементов то есть те элементы с которыми мы хотим создать этот массив да а дальше на следующей строчке до объявляя переменную r2 мы на самом деле апдейтим до апдейтим элемент с индексом 0 в нашем случае это единичка и присваиваем ему значение 0 то есть единицу в массиве r мы заменяем на 0 и как только у нас с вами случилась вот эта операция до операция апдейта которая по сути да она является сайт эффектом вот потому что мы изменили состояние вот мы автоматически с вами уже больше не имеем возможности получить доступ к исходному массиву да то есть массив из 123 утерят вместо него у нас сейчас и лежит только массив с 023 соответственно если мы с вами попробуем до вывести в консоль содержимое этого массива скала можно это сделать удобно например с помощью метода make string до который в качестве аргумента принимает сепаратор вот нашем случае мы здесь указали запятую и пробел ну и соответственно мы бы в консоли увидели с вами выполнив этот код 0,2,3 то есть это вот классический пример того да как происходит изменение мутабельной коллекции так я на всякий случай буду периодически чатик обновлять чтобы ничего не пропустить собственно какие плюсы до коллекций которые являются мутабельными несомненно это как правило производительность это то обычно о чем говорят да когда сравнивают мутабельные и мутабельные коллекции то есть мутабельные коллекции не эффективные мутабельные коллекции не менее эффективны вот минусы взаимодействия с мутабельными коллекциями конечно же в первую очередь это то что нам сложно судить да о том что лежит внутри нашего вот этого контейнера внутри нашей вот этой коллекции потому что на самом деле если ссылок да на мутабельную коллекцию много то в В принципе, любой может взять там что-то и поменять. И, соответственно, в конкретный момент времени быстро понять, что действительно лежит в этой коллекции, может быть проблематично. Ну и понятно, классическая история. В случае, если у нас появляется многопоточность, если у нас получается конкурентный доступ, это тоже порождает проблему. То есть мы не можем в многопоточной среде безбоязненно шарить мутабельные коллекции. Собственно, вторая группа, как мы уже с вами сказали, это коллекции иммутабельные. Иногда еще называемые персистентными. Что это значит? Это значит, что когда с коллекцией происходят какие-либо изменения, то предыдущая коллекция как была, так и остается. С ней ничего не происходит, а на самом деле появляется новая. То есть на нашем с вами слайде мы видим список. Это скала лист, односвязанный список из трех элементов. Обратите внимание, что создали мы его точно так же, как и array, тот же конструктор. То есть в круглых скобках мы перечислили элементы, с которыми хотим создать этот список. Это наша первая строчка. Мы создали с вами лист. На второй строчке мы с вами в этот лист припендим, то есть добавляем в голову еще один элемент, нолик. Но в отличие от мутабельных коллекций, здесь мы с вами никак не повлияли на наш с вами лист. То есть лист 2 у нас с вами будет хранить абсолютно новую коллекцию. А лист просто по-прежнему будет ссылаться на тот лист, с которым он имел дело до этого. То есть если сейчас мы попытаемся вывести в консоль в виде строки, что представляет собой наш переменный лист, то мы с вами увидим 1, 2, 3. А вот если выведем в консоль лист 2, то мы с вами увидим 0, 1, 2, 3. Таким образом, в единицу времени мы с вами можем получить доступ к различным версиям нашей непосредственной коллекции. То есть по сути каждая операция над такой коллекцией создает еще одну ее версию. Отдельно хочется сказать, говоря про иммутабельные коллекции, это про ленивые коллекции. И раньше в Scala это был стрим, сейчас в Scala это лейзи лист. И здесь ключевое отличие от обычных коллекций заключается в том, что ленивые коллекции могут быть бесконечными. И в отличие от обычных коллекций, элементы в этих контейнерах вычисляются лениво. То есть по месту обращения к этим элементам. В отличие от обычных, когда мы заранее знаем размер и заранее все элементы у нас должны быть вычислены. Собственно, вот здесь на слайде есть пример, когда мы создаем с вами лейзи лист, ленивый список из трех элементов. Используя вот такой вот забавный оператор из решетки и двух двоеточий подряд. То есть в принципе он отличается от препенда в обычном листе только вот этой решеткой. Соответственно, создав таким образом ленивый список, как вы считаете, увидим ли мы с вами в консоли что-нибудь? Спасибо. Спасибо. Будет ли у нас что-нибудь выведено в консоль? Как считаете? Скорее всего нет, но если бы стрим, то первый элемент. Да, у нас в консоль в данном случае ничего выведено не будет. Соответственно, для того, чтобы что-то получить, нам нужно к этому элементу облатиться. Вот если мы с вами обратимся к голове нашего ленивого листа, то, соответственно, элемент оттуда мы получим. Вот еще один пример того, как можно воспользоваться ленивым списком и получить тем самым в принципе бесконечную последовательность. Скажите, вот на ваш взгляд, может быть, кто-то может предположить догадаться, что вот здесь происходит на этом слайде? Что за последовательность в итоге у нас здесь получится? Иван пишет. Последовательность Фибоначчи. Совершенно верно. Браво. Действительно, с помощью вот такого нехитрого кода мы с вами получаем последовательность Фибоначчи. И дальше все, что нам остается для того, чтобы узнать какое-то энное количество ее элементов, например, воспользовавшись методом take, который определен для большинства коллекций, получить первых семь элементов. Ну и поскольку метод take все равно возвращает нам, на самом деле, ленивый лист, для того, чтобы он вычислился весь, все семь элементов, мы его сконвертируем в обычный список, который видели до этого, неленивый. И тогда в консоли, собственно, мы и увидим первых семь элементов из последовательности Фибоначчи. Коллеги, понятно ли всем, что здесь произошло, почему в итоге получилась последовательность Фибоначчи у нас? Ну, супер. На самом деле, это круто. Это очень здорово. Итак, собственно, мы с вами поговорили о том, что эммутабельные коллекции позволяют нам хранить в единицу времени разные версии, собственно, исходного контейнера. Плюсом однозначно является то, что мы всегда знаем, что в какой момент где лежит. Мы можем спокойно, поскольку они эммутабельные, шарить между разными потоками. Из минусов это, конечно, производительность. Но производительность со звездочкой, потому что, в принципе, некоторые коллекции дают нам достаточно хорошую производительность. Они все равно уступают в большинстве случаев, понятно, массивам. Но в целом, даже в случае с эммутабельными коллекциями, можно получить приемлемую логарифмическую производительность. А с учетом того, что они сразу нас избавляют как минимум от двух проблем, от того, что нам становится гораздо проще понимать, что внутри, и от того, что мы можем их спокойно шарить, не задумываясь о том, что у нас многопоточное окружение, это может быть вполне выигрышным выбором, собственно. И так, для того, чтобы все-таки картинка здесь у нас с вами была полной, говоря про эммутабельные коллекции, наверное, стоит упомянуть, в принципе, то, как они обычно строятся. И там наиболее популярный прием при реализации эммутабельных коллекций – это так называемый структурный шаринг. То есть на самом деле, вот для примера, когда мы с вами пытаемся получить обновленный список, то есть вот здесь у нас есть искомый список, у которого элементы 1, 2, 3, 4. И мы с вами пытаемся получить обновленную версию этого списка, заменив элемент с индексом 1 на значение 0. И в этом случае нам нет необходимости копировать все. Нам нужно скопировать только ту часть, которая идет до того элемента, который нам нужно заменить. Собственно, что мы и видим с вами на рисунке. При этом после этого мы можем абсолютно смело ссылаться на оставшуюся часть из исходного списка. Почему это возможно? Ну, здесь ответ простой. Потому что это все у нас эммутабельно. То есть оно никак не может поменяться, и мы можем смело с вами вот это делать. Соответственно, вот еще пример. В случае конкатенации двух списков. Опять же таки, у нас есть список 1, в котором лежат элементы 1, 2, 3. У нас есть список 2, в котором лежат элементы 4, 5, 6. И, соответственно, когда мы делаем конкатенацию, по сути, нам нужно всего лишь скопировать элементы первого списка. После чего последний элемент списка будет ссылаться на первый элемент второго списка. И таким образом мы получим с вами искомую коллекцию, искомый список, который будет содержать элементы от 1 до 6. Но при этом переиспользовав частично список из первых двух. Опять же таки, это позволяет нам сэкономить на копировании. И на самом деле позволяет сэкономить нам на памяти. То есть с точки зрения занимаемого пространства в памяти, такие структуры данных, которые используют структурный шаринг, они могут быть достаточно компактными. Коллеги, есть здесь, может быть, какие-то вопросы? Или, в принципе, идея структурного шаринга знакома, понятна? Тогда двигаемся дальше. Собственно, это у нас была вводная часть. Да, и, соответственно, здесь мы говорили с вами о вещах, которые, в принципе, справедливы для любых коллекций, будь то Scala, Java, либо еще какой-либо язык другой. Сейчас же мы с вами уже перейдем и поговорим конкретно про коллекции, которые есть у нас в Scala в стандартной библиотеке. В Scala в стандартной библиотеке коллекции представлены в целом в трех вариантах. У нас есть три основных пакета. Это просто Scala Collection, это Scala Collection Mutable и Scala Collection Immutable. Собственно, Mutable и Immutable слова говорят сами за себя. То есть в пакете Mutable, очевидно, у нас лежат мутабельные коллекции, в пакете Mutable у нас, очевидно, лежат и мутабельные коллекции. В пакете просто Scala Collection у нас лежат интерфейсы, которые могут быть на самом деле как мутабельными, так и иммутабельными. Если не смотреть на Iterable, то три основных интерфейса, с которыми нам приходится иметь дело так или иначе, это Sec, Set и Mat. В принципе, я решил присвоить каждому типу коллекций свой цвет. То есть иммутабельные коллекции у нас зелененькие, как самые безопасные. Те коллекции, которые у нас могут быть как мутабельными, так и иммутабельными, я решил сделать желтый, потому что желтый, в принципе, это традиционный цвет внимания. То есть здесь уже нужно подумать, а в итоге какая коллекция будет на выходе, соответственно, поскольку Sec у нас может быть как мутабельным, так и иммутабельным. Если я пишу Sec, что я получу? Ну и третий, красный цвет, это мутабельные коллекции. Красный, потому что с ними нужно быть предельно осторожным. Хотя, наверное, это не красный, но неважно. Пусть будет для нас это красный. С ними нужно быть предельно осторожными, потому что, во-первых, многопоточная среда, понятно. Во-вторых, можно наколоться и, соответственно, рассчитывать, что в коллекции лежит одно, а на самом деле будет лежать другое. Вот сейчас мы с вами дальше и пойдем по вот этим трем основным группам, посмотрим, что в каждой из этих групп находится, какие там наиболее популярные наследники каждого из этих интерфейсов. Ну и, соответственно, поговорим, какими свойствами они обладают. Итак, sequence sec. Собственно, он у нас имеет два прямых наследника. Это индексированные последовательности index sec и линейные последовательности linear sec. Как вы видите, индексированные последовательности, они в свою очередь тоже могут быть как мутабельными, так и и мутабельными. В то время как линейные последовательности, они у нас исключительно и мутабельные. То есть там сразу все становится прям просто. Собственно, вот здесь на слайде у меня пример того, как мы с вами создаем последовательность. Обратите внимание, что мы не указываем никакого конкретного пакета, будь коммьютабл или иммьютабл, мы создаем просто sec. И важно знать, что по дефолту в Scala будет выбрана иммутабельная реализация. И иммутабельной реализацией для sequence является list, то есть односвязанный список. Соответственно, если мы с вами в консоли создаем sec из пяти элементов, то на самом деле мы получим список из пяти элементов. В принципе, стандартный достаточно для коллекции type constructor. То есть, в принципе, sec объявляется как trade, и он у нас кавариантен по своему type параметру соответственно. Окей, с sec в целом, я думаю, понятно. Общий интерфейс для последовательности. Для иммутабельных по дефолту иммутабельный, то есть list, если же будем создавать иммутабельный sec, то дефолтная реализация будет array buffer. Индексированные последовательности. Мы уже видели, что они могут быть и иммутабельными, и иммутабельными. И, собственно, среди иммутабельных, наибольные популярными, наверное, и интересными можно назвать вектор и range. Среди иммутабельных я в данном случае выделил string builder, выделил q, выделил array buffer и выделил stack. Итак, индексированные последовательности. Это базовый интерфейс. Соответственно, опять же таки, если мы создаем индексированную последовательность по умолчанию, это будет иммутабельный вариант. В иммутабельном варианте индексированная последовательность у нас по умолчанию представляется вектором. Соответственно, создав индекс sec, мы получили вектор. Вот так же, как и коллекция, это просто type constructor с неким ковариантным параметром A. Чем характерны индексированные последовательности? Они характерны тем, что мы можем достаточно эффективно получать из них элементы по индексу. На самом деле, в целом, если смотреть на последовательности, мы можем представлять их как функцию. Как функцию от некого int, коим является индекс элементов последовательности. Собственно, в A. То есть в объект, в экземпляр объекта, который лежит по этому индексу. А вернее, даже если быть более точным, это не просто функция. Это так называемая partially applied function, то есть частично определенная функция, потому что, я думаю, ни для кого из вас не секрет, что мы можем попробовать спросить в коллекции по индексу несуществующему элемент. Ну и, соответственно, в этом случае мы с вами получим ошибку. Поэтому, конечно же, вот этот apply метод, по факту, который занимается тем, что достает нам элемент по индексу, он определен не для всего диапазона возможных int. Поэтому, конечно, это частично определенная функция. И на самом деле, сиквенс, скала, он наследует partial function. И это можно найти, собственно, если покопаться в исходниках. Окей, двигаемся дальше. Вектор. Вектор на самом деле любимая многими структура данных. В принципе, она считается наиболее эффективной структурой, иммутабельной общего назначения. В целом, в основе вектора лежит хитрое дерево. И в целом, рандомный доступ, изменения мы делаем с вами за логарифм. А pen при pen tail мы тоже делаем с вами за логарифм. Если вы сейчас пойдете на сайт скалы и посмотрите там в табличке, которые расписывают производительность скала коллекций, то там вы увидите, что рандомный доступ и изменения, он работает на векторе за некое EC. То есть то, что там называется effective constant time. На самом деле, я так и не понял, что реально Мартин подразумевает, или коллеги Мартина подразумевают здесь под effective constant time, потому что, судя по бенчмаркам и судя по тому, как реализовывается эта структура данных, речь там все-таки должна идти про логарифмическую, а не про константную. Но тем не менее, тем не менее, вот такие вот вводные. Двигаемся дальше. Но при этом вектор остается, при этом вектор все равно остается достаточно эффективной для общих случаев структурой данных. Если лист, он мегаэффективен для того, чтобы класть что-то в голову или брать что-то из головы, соответственно, то вектор мы с вами берем тогда, когда, в принципе, мы можем до конца не осознавать сценарии, в которых эта структура данных будет использоваться. Потому что если мы точно знаем, что будем работать только с головой, то, конечно, имеет брать смысл лист. И даже, например, если нам нужна коллекция просто для того, чтобы один за одним собирать элементы, один за другим, то здесь имеет смысл воспользоваться варкой, то есть создать мутабельную переменную, которая будет ссылаться на мутабельный список. И копить таким образом, нежели чем используя тот же буфер, например. То есть в бенчмарках это показывает лучшую производительность. Поэтому, в принципе, для своих сценариев лист может быть очень эффективен. Но если вы до конца не уверены, не знаете, как дальше будет использоваться данная структура, данная коллекция, то, в принципе, вектор, в общем, дает неплохую производительность. Окей. Двигаемся дальше. Range. Коллеги, наверное, те, которые со скалой не знакомы, в таком виде Range, может быть, и не встречали. Хотя, по-моему, в Python есть что-то похожее, если я не путаю, возможность создать похожим образом некую последовательность. То есть это просто один из конкретных кейсов для обычной последовательности. То есть мы можем создавать последовательность чисел в заданном диапазоне. Собственно, как вы видите, сам по себе класс Range, в его конструкторе есть Start, то, с чего мы начинаем, есть End, то, чем мы заканчиваем, и есть Step. Ну а, собственно, с помощью операторов, вот Until и To, мы можем конструировать вот эти диапазоны чисел, соответственно, включая последний элемент, как в случае с To, то есть это Inclusive Range, либо не включая последний элемент, как в случае с Until, и это Exclusive Range. Ну а с помощью оператора By, как в третьем примере, мы можем как раз-таки указывать шаг, с которым эти элементы будут создаваться. Двигаемся дальше. И здесь важно сказать, коллеги, здесь важно сказать, что и Vector, и, соответственно, и Range – это все и мутабельные коллекции. А вот сейчас мы с вами уже подобрались к мутабельной коллекции RayBuffer. Здесь мы с вами получаем рандомный доступ изменения и append за константу. При этом припенд и, соответственно, добавление в голову и удаление мы получаем с вами за линию. Еще один момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что здесь мы уже, как видите, не видим плюсика у нашего Type-параметра. И это говорит о том, в принципе, что мутабельные коллекции у нас инвариантны в своем Type-аргументе. Если и мутабельные, они у нас ковариантны, как правило, то мутабельные они у нас инвариантны. Двигаемся потихоньку дальше. RayDeck. Он у нас не был на картинке, когда мы рисовали основных наследников у индексированных коллекций, но, тем не менее, я решил его упомянуть, потому что это реализация двухсторонней очереди, которая позволяет нам весьма эффективно как рандомно получать элементы, так и append и припендить. То есть все эти элементы, включая удаление первого и последнего, они у нас происходят за амортизированную константу, что, конечно, круто. И в целом RayDeck в этом плане получается весьма таким интересным кандидатом, когда мы принимаем решение работать с мутабельными коллекциями. Второй подтип нашего сиквенса – это linear sec, последовательные коллекции. С односвязным списком мы, в принципе, с вами уже познакомились, и я сказал, что он эффективен, когда мы работаем с головой, то есть получение из головы, добавление в голову, получение хвоста – все эти операции у нас занимают константное время. Ленивый список мы с вами, в принципе, тоже посмотрели. Тот же список отличается тем лишь, что может быть неограниченного размера, то есть он может быть бесконечным, и его элементы не вычисляются на этапе объявления. То есть они будут вычисляться лениво по мере того, как мы будем к ним обращаться. Третий наследник – это очередь. Это, собственно, классическая реализация FIFO-структуры данных, то есть first in, first out. Собственно, как мы уже обратили внимание, все наследники в данном случае являются и мутабельными. Базовым дефолтным реализацией является список, то есть если мы с вами создаем экземпляр linear sec, то на выходе получаем лист. Ну и, соответственно, интерфейс выглядит так же, как и для сиквенса, то есть это трейд, который ко-вариантен в своем тайп-параметре A. И на этом мы с вами закончили рассматривать основных, наиболее популярных граждан из семейства sec. Переходим ко второму семейству. Это семейство set. Set, как мы видим, он может быть тоже как мутабельным, так и мутабельным. И здесь у него тоже целый ряд наследников. Есть list set, есть linked hash set, есть bit set, hash set, просто 3 set и так далее. Собственно, сам по себе set представляет собой некое множество элементов. Дубликатов уникальных, ключевое здесь слово уникальных. То есть создавая set, мы с вами можем избавиться от дубликатов. При этом set может быть как упорядоченным, так и неупорядоченным. По умолчанию, когда мы создаем с вами множество, мы с вами получаем иммутабельный set. И этот иммутабельный set, соответственно, он представлен в виде иммутабельного хэш-сета, который в свою очередь реализует Compressed Hasherry Map Prefix 3. Это вот такое длинное сложное название. Но, по сути, все равно это дерево, как бы его там не оптимизировали, и все равно, так или иначе, здесь у нас вместо логарифмическая сложность. Это, конечно же, эффективно, но там, где нам нужно лучше, нужно смотреть в сторону других структур данных, либо мутабельных. Либо иммутабельных, но, например, тот же вектор. Потому что вектор более производителен здесь, нежели чем set будет по получению элемента того же изнутри. Двигаемся дальше. Следующая, третья группа, о которой пойдет рейтинг, это Map. А, вот еще один момент. На самом деле, опять же таки, если вернуться к множествам, то множество мы тоже можем с вами представить как функцию. И какая функция, коллеги, на ваш взгляд, это будет? Тайп буллин. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, когда на самом деле мы вызываем метод apply на сете, то есть если мы создали set и дальше делаем set круглые скобочки, и передаем туда какое-то значение, тем самым мы проверяем, есть ли это значение в нашем множестве, либо его там нет. И, соответственно, результатом выполнения этой функции будет буллин. Либо true, либо false. Окей, супер. Отлично. Map, да, ассоциативный массив. Соответственно, тоже, да, он может быть как мутабельным, так и мутабельным. У него там три основных наследника, да, это HashMap, это ListMap и это Trimap. Вот, причем каждый из них также, в свою очередь, может быть как мутабельным, так и иммутабельным. Если говорить про иммутабельный HashMap, то в основе него тоже лежит дерево. Вот, поэтому его эффективность будет соответствующая. Вот, если говорить про мутабельный HashMap, да, то там уже лежит классическая хэш-таблица в его основе. И там мы уже можем говорить о реальных там константных, да, получениях элементов из этого, из этой, из этой коллекции. Вот, соответственно, ListMap, да, используют внутри список для организации элементов вместо массива. А Trimap, в свою очередь, позволяет нам еще получить и порядок, да, вот, потому что в случае с HashMap у нас никакого порядка, естественно, не будет. Синтаксис создания коллекции с типом Map, он немножко отличается от всего того, что мы с вами видели до этого. Поскольку, по сути, Map представляет собой коллекцию из кортежей, да, то есть из пар ключ-значение. Вот этот вот синтаксис в виде стрелочки, это один из вариантов объявления кортежа, да, то есть мы можем с вами кортеж объявить в виде круглых скобок, да, пары круглых скобок, внутрь которых кладем иное количество элементов, вот, а можем определить кортеж из двух элементов с помощью вот как раз-таки вот такой вот стрелочки. Вот, и здесь мы с вами как раз-таки объявили, да, Map, у которого три элемента, да, ключу A соответствует значению 1, ключу B соответствует значению 2, ключу C соответствует значению 3, соответственно. Здесь у нас с вами уже, если смотреть на его объявления, да, мы имеем с вами два type параметра, то есть некий K, да, который инвариантен, то есть Map у нас инвариантен по ключу, и некий V, вот, соответственно, по своему значению Map у нас получается ковариантным. Дефолтное представление, то есть если создаем мы с вами Map, это HashMap, ну, и, соответственно, эффективный поиск добавления, удаления элементов, ну, опять же-таки, со сноской, все зависит от того, мутабельный или иммутабельный. По умолчанию иммутабельный, вот, соответственно, там все-таки речь идет про логарифмическую, а вот если мы создаем мутабельный, то там действительно можно говорить про константную. Окей, двигаемся дальше. Основные, да, наиболее популярные интерфейсы и их наследников мы сейчас с вами посмотрели. Вот, если, может быть, здесь сейчас на этом этапе у вас есть какие-то вопросы, то можем что-то обсудить. Спасибо. Спасибо. Так, ну, окей, двигаемся тогда дальше и переходим к… К апи. Так, а вот интересно, у меня… Так, коллеги, я прошу прощения, у меня почему-то в разных вкладках открыт чат, и в одном вкладке я одни сообщения вижу, а в другом не вижу. Это очень интересно, конечно. Это очень, конечно, интересно. Я вижу, Георгий спрашивает, дефолтный мэп, иммутабельное, иммутабельное. Есть ли ограничения на максимальный размер коллекции? Вот, но есть ограничения по памяти. Вот, в целом явных ограничений нет, то есть вы можете складывать элементы в коллекцию, пока у вас будет хватать на то памяти. Итак, коллекшн API. Его мы сейчас с вами поделим на четыре основные группы. Первая группа – это билдеры. Вторая группа – это те методы, которые у нас будут возвращать не связанные с коллекцией тип. Ну, то есть, например, у нас есть с вами коллекция стрингов. Вызвав метод, мы получаем с вами int. Это вот тот случай, когда метод возвращает не связанный с коллекцией тип. Следующая, третья группа методов – это методы, которые возвращают под коллекцию. И последняя – это методы, которые каким-то образом нашу с вами коллекцию трансформируют. Вот такие четыре группы я выделил. И, собственно, в этом разрезе мы сейчас и посмотрим на методы наших коллекций. Итак, строим коллекции. Для этого есть специальный метод, который позволяет создать билдер. А дальше, имея instance этого билдера, собственно, метод называется new builder. Для array он есть, и для вектора он есть, и для многих других коллекций он есть. В целом, все методы, о которых мы будем здесь говорить, они, как правило, определены для всех коллекций. Исключением являются мутабельные коллекции, в которых дополнительно появляются методы, позволяющие изменить эту коллекцию в виде сайд-эффекта. Вот как мы видели, например, апдейт на массиве. При этом массив у нас коллекция, которую мы не можем увеличивать в размерах. То есть она у нас изначально фиксированного какого-то размера. А есть такие коллекции, которые мы можем с вами увеличивать и сокращать. То есть мы можем туда в виде сайд-эффекта докидывать элементы, и мы можем оттуда элементы в виде сайд-эффекта удалять. Эти коллекции, если посмотреть, они даже наследуют специальные интерфейсы, которые называются shrinkable и growable. И, собственно, наличие среди списка наследуемых интерфейсов, подмиксованных интерфейсов вот этих двух коллег, собственно, говорит нам уже о том, что у этих коллекций будут методы апдейт, будут методы add и remove, которые будут, собственно, изменять эту коллекцию в виде сайд-эффекта, добавлять либо удалять оттуда элементы. Собственно, сам по себе билдер – это мутабельная конструкция, которая позволяет нам эффективно добавлять элементы в коллекцию. При этом, например, если изначально мы не знаем, что она из себя будет представлять. Ну а, соответственно, чтобы потом трансформировать вот этот наш с вами билдер в целевую коллекцию, туда мы вызываем метод result. То есть вот тип у переменной arrayBuilder – он билдер, а вот, соответственно, с билдером мы работаем, то есть добавляем и добавляем, после чего, когда мы вызываем result, мы получаем array. Ну, в данном случае, да, это array из одного элемента. Вот, точно так же, да, и для вектора. Разница лишь в том, что здесь у нас было array написано, точка newBuilder, а у вектора у нас написано вектор точка newBuilder, да, вся остальная семантика, она так же, да, то есть можем добавлять элементы и в какой-то момент сконвертировать, да, в целевую коллекцию в данном случае вектор, ну и, собственно, получить то, что мы строили. Это возможность эффективно, да, создавать коллекции, если изначально мы не знаем, что мы хотим там иметь, что мы хотим туда положить, потому что иначе мы можем воспользоваться традиционным apply, да, который мы видели с вами на слайдах, когда мы просто пишем название коллекции, вектор, открываем скобочки, дальше перечисляем какие-то элементы через запятую и создаем сразу коллекцию уже с каким-то набором элементов. Так. Builder, значит. Проверка на пустоту, да, это, собственно, тоже пример метода, который возвращает тип, да, не соответствующий типу нашей коллекции, то есть у нас с вами массив int of, да, а если на массиве int of мы с вами вызываем из empty, то мы получаем boolean, да, в этом случае у нас будет false, если бы массив был пустой, было бы true, вот, ну и на самом деле в коллекции API, да, есть там вариация и non empty, да, то есть мы можем проверять на пустоту, да, а там сразу с отрицанием этой пустоты, вот, просто-напросто это позволит нам избежать необходимости, например, ставить здесь восклицательный знак перед этим, перед этой проверкой. Ну и, собственно, сигнатура, вне зависимости от того, какая это коллекция, у метода из empty, она следующая, он не принимает параметров никаких, да, а возвращает нам некий boolean, пустая коллекция или не пустая. Запрос на существование элемента для заданного предиката, да, тоже возвращает, как мы видим, boolean, вот, поэтому относится к той группе API, который про возвращение, да, типа несоответствующего типу коллекции, метод принимает на вход функцию, да, которая является каким-то предикатом по отношению к элементу, находящемуся в коллекции. В данном случае мы проверяем, есть ли в коллекции хотя бы один элемент больше единицы, то есть данная функция, она будет идти по нашей с вами коллекции и сравнивать, да, каждый элемент, который в ней находится с единичкой. И как только ей встретится первый, да, который удовлетворит этому условию, то есть который будет больше единицы в нашем случае, да, она завершится, соответственно, и вернет нам true. Либо же там дойдет до конца, не найдет ни одного элемента, удовлетворяющего нашему условию, ну, и вернет нам false, соответственно. Сигнатура выглядит следующим образом, да, то есть если у нас коллекция параметризована, да, неким типом a, то есть содержит элементы с неким типом a, то наш exist – это функция из a в boolean. Собственно, вот ровно это мы видим вот здесь вверху, то есть a у нас сравнивается с единичкой. Коллеги, эта сигнатура понятна? Есть здесь те, кому не знакомы функции высшего порядка, те, кто не понимают, как это работает. Потому что в целом, если говорить про Collection API, там у нас очень много с вами функций, да, высшего порядка, которые на вход принимают другие функции. Окей. Двигаемся дальше. Поиск элемента удовлетворяющего предиката. Это мы с вами посмотрели. Агрегирующие функции. Например, создание той же строки. Мы уже видели в самом начале, да, метод mkString позволяет нам получить строковое представление коллекции, то есть вывести элементы коллекции в виде строки при необходимости, да, разделив их с помощью какого-то сепаратора. В нашем случае в качестве сепаратора выступает запятая и пробел. На выходе мы тоже с вами получаем тип, несоответствующий типу коллекции, потому что у нас был массив интов, а на выходе мы получаем строку. Собственно, метод mkString, да, он на самом деле принимает в себя три аргумента, да, он принимает некий префикс, да, с чего все будет начинаться, начало. Вот, дальше, собственно, сам сепаратор, который будет между элементами и что-то, да, что завершает некий суффикс для всей этой истории. Соответственно, если мы для нашего массива вызовем его вот так, да, то строчка будет та же 1, 2, 3, но только еще мы ее возьмем в квадратные скобки. Ну, понятно, что вот этот, да, mkString, который принимает один только лишь сепаратор, он у нас реализован в терминах вот этого mkString, который, собственно, вот здесь в качестве start и end принимает просто пустые строки. Вот, ну и, соответственно, здесь ниже на слайде вы можете видеть, да, их сигнатуры. То есть стартовая строка, сепаратор и завершающая строка. Двигаемся дальше. Здесь уже интересней, да, один из моих любимых агрегирующих методов. Он называется foldLeft. И, собственно, здесь на слайде мы видим, как с помощью этого метода мы вычисляем, что сумму, да, элементов нашего массива. FoldLeft, он принимает в себя два аргумента. Первый аргумент – это некое начальное состояние нашего аккумулятора. Вот, а второй аргумент – это, собственно, функция, да, функция, которая в качестве параметров, да, содержит, собственно, аккумулятор и элемент из нашей коллекции. Ну, а в качестве, да, результата возвращает тип, да, равный типу нашего аккумулятора. Да, собственно, здесь, таким образом, да, пробежавшись с помощью foldLeft по коллекции и каждый раз суммируя, да, элемент с тем, что лежит у нас в аккумуляторе, мы получим сумму всех элементов нашей коллекции. Его брат-близнец foldRight, да, все то же самое, только если в случае foldLeft мы бежим слева направо, то в случае с foldRight, да, мы бежим справа налево. Для данного конкретного примера мы разницы не увидим, и в одном и во втором случае мы получим шестерки. Разница есть в том, что вот здесь, как вы можете заметить, у нас аккумулятор и элемент коллекции, они поменялись местами, да, то есть здесь был аккумулятор справа, слева, здесь он был слева, а здесь он у нас справа. Вот, в целом все то же самое. Хорошая новость, да, что для таких кейсов, как суммирование всех элементов в коллекции, да, уже есть метод сам, который делает ровно это. Вот, и понятно, что мы можем с вами его легко и просто сами, да, реализовать в терминах того же foldLeft. Вот, но, как я уже сказал, с числами, да, у нас там разницы не было видно, вот, а вот, соответственно, если мы будем строки с вами с помощью foldRight и foldLeft конкатинировать, то здесь у нас уже разница появится. И вот здесь я вижу, что у меня на слайде ошибка на самом деле, да, то есть в результате конкатенации через foldRight у нас с вами циферки в строке должны быть в обратном порядке. Вот, но на самом деле, да, foldLeft и foldRight, они такие очень мощные, да, базовые структуры, в их терминах мы с вами можем написать очень много полезных методов. Собственно, вот их сигнатуры, да, то есть два блока аргументов. Первый блок принимает некий Z с типом B, то есть это наш с вами аккумулятор, да, и мы видим, что дальше у нас вторым блоком, да, идет функция из B и A. A – это тип нашего элемента, ну, соответственно, в B. Ну и возвращаем мы B, да. Вот, ну и как мы видели на примерах, здесь просто-напросто A и B меняются местами. В случае с foldRight, да, у нас A слева, B справа. Вот и все. Ну и, соответственно, бежим мы, да, в разных направлениях. Следующий агрегирующий запрос – это GroupBy. В результате выполнения этого запроса мы получим с вами MAP, да, то есть вот на этом примере мы пытаемся сгруппировать элементы, да, относительно их четности и нечетности, да, вот, и получаем MAP, у которого, соответственно, по ключу 0, да, лежат четные элементы, да, лежат четные элементы, в нашем случае это двоечка, а по ключу 1, да, соответственно, лежат нечетные элементы, то есть это единичка и троечка. Вот, то, что вот здесь будет в качестве коллекция, которая будет в качестве value, зависит от того, на какой коллекции мы с вами вызываем GroupBy, да, то есть если это у нас GroupBy для массивов, то, соответственно, здесь мы с вами получаем массив. Если это будет GroupBy для списков, да, то там, соответственно, мы получим с вами список. Так. И на этом, да, в принципе, у нас с вами наиболее популярные методы, относящиеся к группе тех, которые возвращают несвязанный непосредственно с коллекцией тип, заканчиваются. Мы с вами переходим к методам, которые у нас образуют под коллекцией. И, опять же таки, первый наиболее популярный – это фильтр, то есть метод, который мы используем тогда, когда нам нужно по какому-то условию нашу коллекцию отфильтровать. Опять же, пример с четностью или нечетностью, да, соответственно, мы фильтруем массив, да, и пытаемся оставить только четные числа в нем, да. Соответственно, фильтр принимает в себя функцию, да, из элемента, опять же таки, в некий буллинг. И, соответственно, попадут в итоговую коллекцию отфильтровая passagerность. Редактор субтитровיתкая субтитрова Продолжение следует... 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 с другой стороны мы можем с вами в их терминах писать другие более высокоуровневые так георгий пишет рассинхрон звук и видео это плохо но я к сожалению не знаю чтобы я мог здесь сделать со своей стороны потому что это просто зум он сильный этот рассинхрон а уже пофиксилась но супер супер потому что на самом деле не очень понятно что с этим делать от чат у меня тоже что-то отстает окей трансформирование коллекции здесь конечно наиболее популярны это map да собственно с помощью метода map мы можем применить какую-то функцию к элементам которые находятся внутри нашей коллекции на слайде который на экране мы с вами умножаем каждый элемент коллекции на 2 да то есть если у нас был массив 1 2 3 то после применения функции до умножить на 2 с помощью метода map мы получим массив 2 4 6 здесь наверное имеет смысл сказать еще об одной особенности несмотря на то что вы имеете дело с мутабельной коллекцией многие методы по-прежнему до будут создавать новые версии как например мэп же у нас мутабельная коллекция правда же вот но при этом используя мэп мы все равно никаким образом да не повлияли на исходный массив вот мы получили новый и это справедливо и для других методов которые из коллекции 5 то есть большинстве на своем даже применимо к мутабельным коллекции они все равно будут создавать новые версии да там исключение составляют те методы которые вот как раз таки по апдейту добавлению удалению элементов вот которые будут реально менять плюс еще там череда методов которые называются in place которые позволяют опять же избежать дополнительных аллокаций и соответственно менять искомую коллекцию а так целом да все они создают новые версии и так с мэпом мы с вами познакомились до универсальный метод позволяет применить любую функцию до к элементам наши с вами коллекции еще один пример это когда мы с вами получили коллекцию на самом деле но тип элементов внутри изменился да это тоже абсолютно нормально здесь мы умножали на два и у нас и в первом и во втором случае был массив интов но ничего не мешает нам до уйти от типа int и например сконвертировать наши значения в строчку получить массив строк собственно сигнатура метода map да она к явным образом об этом говорит то есть у нас функция которую мы принимаем на вход в качестве аргумента эта функция из а тип нашего элемента в некий тип b да этот тип b может быть все что угодно вот что остается неизменным это коллекция до с которой мы работаем то есть мы не можем с вами вызвав мэп на массиве получить на выходе лист до или получить на выходе общем или получить на выходе все что угодно другое то есть всегда до вызывая мэп на любой коллекции мы на выходе получим коллекцию ту же самую вот по типу имеется ввиду но элементы внутри этой коллекции они уже могут быть трансформированы соответственно следующий тоже очень прикольный полезный метод это zip метод zip позволяет нам из двух коллекций до получить одну коллекцию которая будет содержать пары элементов да то есть попарно собрать элементы из коллекции в одну вот это тоже один из способов до комбинирования коллекции также как в принципе и flat map о котором мы сейчас не говорим соответственно вот здесь на слайде у нас есть два списка вот и делая l1 zip l2 мы получаем один список но внутри которого уже лежат кортежи до 1425 36 собственно эту фишку zip мы использовали с вами и в случае с ленивыми листами когда собственно реализовали метод построения последовательности фибоначчи последний наверное метод до который позволяет нам трансформировать коллекции о котором хочется поговорить сегодня это слайдинг вот и здесь просьба не путать его со слайсом да то есть это разные вещи в случае со слайсом мы получаем ту же самую коллекцию да то есть ее кусочек а в случае со слайдингом как вы видите мы получаем итератор который уже внутри содержит до искомую коллекцию побитую на куски порезанную на куски вот при этом здесь мы можем задать просто количество элементов до в куске и соответственно для нашего массива из трех элементов 123 мы получим итератор от трех массива в каждом из которых будет лежать 123 да вот но также мы можем с вами задать и шаг до с которым этот слайдинг будет происходить вот и тогда это будет то расстояние между первыми элементами каждого из вот этих кусочков вот собственно и мы с вами переходим к так называемым in place операциям да это все те же на самом деле операции по трансформациям коллекции да вот но при этом они уже избегают дополнительных аллокаций то есть новых версий коллекции в данном случае не создается а меняется искомая да то есть здесь в этом примере используется рэйдэк то есть если мы с вами создали рэйдэк в котором лежит 123 вот после чего сделали на нем мэп in place то есть семантика такая же как и у мы принимаем на вход функцию да которая применяется к каждому элементу внутри коллекции в нашем случае на его инкрементирует на единичку вот мы на выходе до в переменной рез получаем рэйдэк из 2 3 4 но и вот здесь r2 r2 да у нас уже тоже лежит 234 соответственно если дальше например мы сделаем фильтр in place который точно также работает как фильтр но только он уже меняет искомую коллекцию да и попытаемся оставить там только четные числа вот то у нас это будет справедливо и здесь и здесь до соответственно вот из поменяется искомый массив и в нем оставится двойка и четверка собственно окей на этом на этом я думаю что с теоретической частью мы сегодня с вами закончим вот и напишем еще пару строчек кода для того чтобы в принципе посмотреть как все это могло бы работать давайте представим что нам с вами нужно реализовать метод который будет вычислять скалярное произведение двух векторов арное произведение соответственно воспользуемся одноименной структурой данных пускай у нас с вами будет два вектора да то есть у нас будет вектор 1 и будет вектор 2 который мы положим с вами ну какие-то числа любые они здесь могут быть абсолютно например 1 3 5 и соответственно пускай будет 4 минус 2 минус 1 и положительные и отрицательные таким образом у нас с вами есть два вектора и нам нужно реализовать функцию которая собственно будет скалярное произведение вычислять давайте назовем ее dot product собственно вопрос к вам коллеги а что она у нас будет принимать на вход и что она у нас будет возвращать так ну на вход она у нас будет принимать наверное наши векторы да что логично потому что именно это произведение мы с вами и пытаемся вычислить то есть она у нас принимает вектор до 1 который собственно является в нашем случае вектором от интов да и соответственно вектор 2 который тоже является вектором от интов вот мы поскольку это скалярное произведение она возвращает нам не верно да ну вот меня к сожалению чат сильно отстает и поэтому я ваши ответы вижу очень поздно это очень жалко но в абсолютно право да она принимает два вектора и возвращает число как будем реализовывать что в принципе да на какие шаги мы с вами можем разбить этот процесс как считаете я буду обновлять страничку для того чтобы попробовать вовремя увидеть ваши ответы здесь вопрос в том как каким операциям да у нас сводится вычисление скалярного вот георгий пишет сначала надо зипнуть их значение получить вектор кортежей замапать каждый тупол произведения то есть по факту да у нас две операции должно быть да для того чтобы вычислить первая операция да мы должны получить пары да из соответствующих значений наших векторов и вот а затем посчитать до произведения 2 операция для каждой из этих пар да мы можем с вами вынести произведение элементов кортежа в отдельный метод например объявить стоповый продукт который принимает до кортеж из двух интов соответственно и возвращает им вот ну и все что он будет делать он будет брать до первый элемент из кортежа и умножать его на второй элемент из кортежа окей а вот а собственно dot product да мы уже напишем с его использованием и как правильно написал георгий нам сначала нужно создать пары для этого нам как раз таки и отлично подходит здесь метод zip да то есть мы делаем в 1 zip в 2 и тем самым получаем коллекцию из кортежей да то есть у нас есть вектор кортежей ну а дальше дальше нам нужно по нему пройтись и собственно за то чтобы пройтись по элементам до коллекции и применить к ним функцию отвечает метод мэп функция у нас уже с вами есть до этого тупо или тупо продакт да и собственно ее мы и будем применять да то есть дальше мы можем сделать с вами мэп и соответственно передать туда тупо продакт вот и это вся история у нас должна в итоге да ну мы получили с вами мы получили с вами соответственно вектор этих самых мы с вами получили вектор произведений верно же мы с вами получили вектор произведений на этом шаге а нам надо еще и что сделать чего нам не хватило чего нам не хватило вот здесь мы же на выходе ждем им правильно а на данном этапе мы с вами получили вектор произведений бинга вот здесь нам как раз таки нужен оператор из группы тех которые возвращают тип да не соответствующий типу коллекции вот можно использовать фолк отличная идея да и собственно если использовать фолк получается картинка с которой все почему-то ржут вот но мы не будем до неприличные вот эти использовать картинки мы воспользуемся уже существующим методом сам до которая собственно делает ровно то что нам нужно до обратите внимание как использование да вот этого вот collection и пиай позволяет нам лаконично и просто выразить то что мы хотим сделать до вычислить тоже скалярное произведение если бы у нас этих методов не было да ну наверное мы бы с вами писали какие-то циклы до сохраняли бы это все в переменные и кода было бы наверняка больше понимать его возможно было бы сложнее но на таких маленьких примерах наверное это не так очевидно но в целом как правило в итоге получается сложнее а так собственно да мы здесь делаем ровно то принципе о чем нам говорит алгоритм получили пары значение векторов перемножили до значение в парах между собой и затем суммировали то есть по факту три этапа и мы с вами использовали до три разных метода из арсенала collection и 5 это zip это мэп и это сам но вместо сам могли бы использовать конечно же и фон окей как то так то есть как вы видите обскала коллекции они в принципе достаточно дружелюбные к пользователю вот если там начать смотреть api то мы там найдем более двух десятков методов на любой вкус и цвет вот который в принципе зачастую решают большинство задач которые встают перед разработчиком хорошая новость заключается в том что они все повторяются от коллекция коллекция да то есть они где-то уточняются в зависимости от того там мутабельная мутабельная коллекция вот но да там вам один раз в принципе да там нужно запомнить определенный набор методов и вы можете смело его применять до их применять к любым коллекциям которые там будут попадать вам в руки и вы будете получать ожидаемый результат ожидаемую семантику и это несомненно круто вот даже тот же массив как я уже сказал начале да он стоит немножко в сторонке и не является там непосредственно частью вот этой иерархии скала коллекций но при этом даже на нем вы можете спокойно применять все те же методы вам знакомые да и любимые по collection 5 вот в этом плане пользоваться удобно вот с точки зрения да там производительности в принципе мы там по основным моментам прошлись да если говорить про иммутабельные коллекции то там целом на можно рассчитывать на логарифмическую да сложность вот и там в большинстве случаев это вполне себе приемлемо вот если нужно быстрее то в принципе наверное альтернатива 1 это массивы массива на сегодняшний день будут все равно наиболее эффективной структурой данный данный вот здесь наверное как то так если в целом говорить что выбирать то наверное если не знаете какую коллекцию выбрать и вам не нужны какие-то именно специфичные свойства то берите вектор вот если да вам нужно собирать один за другим элементы или вы точно знаете что будете работать только с головой коллекции берите лист вот если вам нужна коллекция уникальных элементов да то здесь сет прямой кандидат но важно понимать да относительно там его эффективности до соговорка на его эффективность точно так же и с ассоциативными коллекциями если вам нужна ассоциативная коллекция то здесь мэп помните о том что это по умолчанию будет его иммутабельная версия с соответствующими тогда оговорками да на тему производительности ну либо же всегда вы можете сознательно упасть какие-то конкретные мутабельные версии и получить братом какой-то boost в целом в целом наверное как-то так о коллекциях можно говорить долго на коллекциях можно говорить много можно вдаваться конечно и в подробности в детали каких-то конкретных коллекции каких-то конкретных реализаций но в целом мне кажется что такие какие-то основные моменты я вам все-таки сегодня рассказал я надеюсь собственно подводя итог что нам сегодня удалось посмотреть мы с вами поговорили о типах коллекции в общем без привязки скала и здесь там до 2 глобальные группы это мутабельные и иммутабельные коллекции вот мы поговорили немножко по их свойства да и про их плюсы и минусы которые несомненно есть в каждом до из лагерей вот мы с вами поговорили немножко про структуру коллекции скала посмотрели немножко на иерархию не в таком ее классическом понимании да когда там начинается от этого было устраиваться такая дерево в таком более усеченным вот но тем не менее мне кажется на тех слайдах были там какие-то ключевые интерфейсы ключевые реализации вот соответственно ну и в заключение мы немножко поговорили про api вот собственно в этом api мы выделили 4 глобальных группы которым так или иначе относятся методы внутри вот этого api это собственно билдеры которые позволяют нам строить коллекции да это методы которые в итоге возвращают что-то до возвращают тип который не связан с коллекцией напрямую такие как например exist или из empty да а вот или же те же агрегирующие методы на которые там позволяют коллекцию схлопнуть например в какой-то конкретно один тип на как фолды те же вот и мы с вами даже воспользовались некоторыми из тех методов которые рассматривали сегодня на занятии и написали простенькую функцию до простенький метод который вычисляет скалярное произведение двух векторов вот такие у нас с вами сегодня выдались полтора часа при этом на этих полтора часа у нас с вами было немножко технических трудностей мы с ними справились я надеюсь это не сильно омрачит нашу встречу вот вадим спрашивает какое идея вы использовали что посоветуете для скала я конкретно сейчас использую в исход совместно с металлс вот традиционно да для скала все используют идея вот да для большинства задач комьюнити эдишн вполне достаточно ну и принципе его достаточно а если вам там не нужны всякие плагины на там по работе с базами данных еще что для того чтобы просто писать скала код этого вполне достаточно и она еще по наблюдениям работает быстрее чем enterprise версия по крайней мере даже вот у меня коллега пересела с платной версии идеи на комьюнити эдишн вот и сказала что получила просто феноменальный буст соответственно по производительности поэтому как-то так у меня к идее были там свои личные претензии вот относительно того как она импортировала скала проекты вот это и относительно в том числе и производительности тоже вот и поэтому я вот наверное последних полгода от нее ушел и использую в сход и в принципе могу сказать что тоже очень достойная альтернатива вот у которой в принципе есть все необходимые фичи да то есть войска плюс металл супер отлично можно жить и работать со скалой поэтому здесь конечно дело ваше но вот два лидера это идея и войска плюс металл вот я я вижу георгий спрашивает по поводу операторов значит соответственно три оператора георгий здесь приводит плюс двоеточие 2 2 и 3 значит с помощью до 2 2 мы с вами можем добавить элемент в список то есть если у нас с вами есть некий лист да например int of о 2 2 и . это здесь так нельзя делать сразу он же сразу исполняет поэтому здесь так делать нельзя окей да придется писать допустим у нас есть лист 123 да и с помощью двух двоеточие мы можем в него добавить еще один элемент то есть мы можем сделать 0 до 2 2 и . и наш л и тем самым мы получим новый список то есть это при пент да то есть мы с помощью вот этого оператора добавляем элемент список соответственно допустим у нас с вами здесь будет не лист а сек соответственно и мы с вами видим да что на секе да у нас уже вот такого оператора при пент нету да мы видим ошибку компиляции но при этом мы можем заменить да здесь на плюсик двоеточие и мы получим все тот же список да это все тот же при пент но который определен уже на интерфейсе секунс да то есть по смысл они делают одно и то же просто оператор при пент виде двух двоеточий он определён для листов оператор виде плюсика двоеточие он определён на секунде вот ну а соответственно три двоеточие да это способ конкатенации да то есть если вот у нас есть список да мы можем его сконкатинировать а например с собой она у нас здесь просто меня не список да вот и соответственно получить элементы то есть это способ конкатенации окей вот и соответственно раз уж мы заговорили да про вот эти методы то обратите внимание что двоеточие у нас всегда будет находиться со стороны коллекции да то есть не наоборот то есть двоеточие у нас всегда находится со стороны коллекции так я надеюсь ответил на вопрос георгия так олег шавров пишет под капотом в лист однонаправленный связанный список поэтому при добавлении в начало меняется ссылка только у добавляемого элемента за один это вопрос или это константация факта до добавление элементов голову это константная операция получение головы это константной операции получения хвоста это тоже у нас константная операция это то чем то где сияют наши с вами списки да или это олег кому-то на вопрос отвечал возможно просто есть ощущение что ко мне не все сообщения в чате долетают так ну что коллеги соответственно в целом да на этом у нас сегодня встреча подходит к концу скажите как вам так как впечатление как скала как коллекции кто-то что-то новое это для себя вынес или все все и так уже знали надеюсь что какая-то польза от этой нашей встречи все таки было ладно коллеги хорошо спасибо вам всем за активность вот на самом деле очень здорово когда аудитория не молчит когда аудитория дает какой-то отклик какой-то фидбэк с вами было приятно провести эти полтора часа я соответственно еще хотел бы вас попросить сейчас одну секунду я бы хотел вас попросить заполнить 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 хотел бы вас попросить заполнить небольшой фидбэк по нашей встрече вот сейчас я вам ссылочку на вот эту анкету обратной связи сюда в чатик заброшу вот вы уж не сочтите за труд потратите пару минут заполните это позволит нам сделать возможно будущие встречи не менее как минимум не менее полезными может быть и более полезными для вас ну и так же у нас с вами будет еще один открытый урок вот там мы будем говорить про парсеры и про комбинаторы парсеров и даже попробуем с вами попарсить да маркдаун вот поэтому буду ждать приходите если я все правильно помню это будет на следующей неделе все коллеги спасибо всем хорошего вечера ночи вдруг у кого утро ну и до новых встреч пока пока ну и до новых встреч